Дорогой Господи, собрание для нашего размышления. Прочитаем книгу Даниила с первой главы. Книга Даниила, будем читать с первого стиха. Третий год царствования Акима, царя Иудейского, пришел на выходоносор. «Царь Вавилонский в Иерусалиму осадил его и предал Господь в руку его Акима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синар, в Дом Бога Своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего. И сказал царь Сфиназу, начальнику евныхов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка. Красивых видом и понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научили их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу из царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были представить пред царя. Между ними были сынов Иудиных Даниил, Анания, Месаил и Азария, и переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Месаилом Месахом и Азарию Авдинага. Дорогие друзья, мы видим здесь историю некоторых молодых людей, молодых людей, которые были избраны этим человеком по повелению царя, красивых, смышленных, умных, что вы их научили от всякой науки Вавилона, всем книгам, вот так написано, и языку. И в то время, кто знает историю, Вавилон-то была великая империя, и там было много всяких книг, много всякой науки. И вот три года этих молодых людей учили. И вот после того, вот эти люди, Даниил и трое его друзей, предстали пред царя. И вот в 18 стихе так написано. «По окончании тех дней, когда царь приказал представить их начальнику Евнухов, представили их Навугадоносору. И царь говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. Стали они служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайновецов и волхвов, какие были во всем царстве его». И мы видим, дорогие друзья, что эти молодые люди научились этим наукам. И царь, я думаю, был в восторге. Вот о чем он их не спрашивал, они могли ему просто вот отвечать. Знаете, часто, когда идешь в колледж или в университет, я думаю, мы многие помним, что даже в любую школу очень много из того, наверное, 95%, что ты учишь, ты забываешь со временем. Даже вот через несколько месяцев. А вот эти молодые люди, они, Бог им даровал такую мудрость, что они все-таки помнили. Я думаю, их не учителя, они стояли рядом. И они, наверное, были очень, ну знаете, довольны, в восторге. Все-таки это ихняя работа. Было очень много книг, очень много предметов, которых нужно было обучить этих молодых людей. И они, наверное, в сердце глубоко гордились этими четырьмя. Даниилом и его тремя друзьями. Им было приятно, что они, вот знаете, так хорошо отвечали царю. Но, дорогие друзья, здесь окажутся дальше, мы читаем о этих людях. Чему-то эти люди, молодые, не научились. Вот приходит такое испытание, первое в ихнюю жизнь. И вот смотрите, как эти молодые люди отвечают. Третья глава, 17 стих. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». И вот раньше мы знаем, что эта история, это с идолом, там написано, что пали все народы племена языки и поклонились золотому истукану, 7 стих, которого поставил Нухадоносор царь. И вот после этого привели этих молодых, и вот царь с ними говорит и спрашивает, «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами царя страны Вавилонской, Сидрах, Мессах и Евдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему царю, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Тогда Нухадоносор во гневе и ярости повелел привезти Сидраха, Мессаха и Евдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навгадоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Мессаха и Евдинага, богам моим не служат, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь». Дорогие друзья, я думаю, вот в то время, когда вот это происходило, может, эти учителя, этих студентов услышали о том, что произошло, может, даже переглянулись в страхе так, как это так мы упустили. Знаете, всех вроде научили культуре нашей, как поклоняться богам, как правильно поклоняться богам. Нельзя было просто поклоняться, как хочешь. Даже в Вавилоне это было строго, да, в их них храмах. Какой-то у них порядок, какой-то обряд должен, каждый следователь, этот молодой человек, или кто приходил поклоняться. И вот оказалось здесь так, что чему-то их, знаете, не досмотрели. Не научились эти молодые люди чему-то. В Таразаконе мы читаем такие слова пророка одного, который посылал письма даже вот этим переселенцам. И вот он так говорит, Иеремия, 10 глава, 2 стих. «Это Господь нам всем с вами говорит, дорогие друзья. Так говорит Господь, не учитесь путям язычников». И еще заранее во Второзаконе Господь говорил, вот, Израилю, 18 глава, 9 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». И мы видим, дорогие друзья, что да, хотя много наук познали эти молодые люди, но в сердце они не допустили вот этой культуры этих народов. Они не научились путям язычников следовать их им идолопоклонству. И, дорогие друзья, я не думаю, что это было легко. Это было четверо среди, наверное, тысяч этих молодых людей, сверстников, и они видели их жизнь. Может, даже эморальные поступки, как те, что они делали, чем, знаете, занимались в свое свободное время. И, может, даже как-то увлечь за собой этих, Данила и его друзей хотели. И это не было так просто, дорогие друзья, но они не научились путям язычников. Вспомним, дорогие друзья Иосифа, молодой юноша, отведен был в рабство в Египет. И у него не было семьи, у него не было трех друзей. И, дорогие друзья, этот человек в 30 лет предстал пред фараона. Но сколько, 10 лет, даже, может, больше, он прошел очень тяжелую школу. И Бог его многому научил, этого человека. Но, дорогие друзья, этот человек также чему-то не научился. Потому что в своей жизни, даже когда его братья пришли, после того, как он был во дворце, он и в то время говорил, «Ну, я боюсь Бога». И это он не говорил просто так, дорогие друзья, Иосиф, чтобы как-то успокоить братьев своих. «Ну, вы не бойтесь меня, я боюсь Бога». «Вот я им скажу это, они, наверное, не будут меня больше бояться». Нет, дорогие друзья, он по-настоящему боялся Бога. И помните, как он ответил от жене Патифара, «Как же я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда она его хотела соблазнить. Знаете, много дней написано, она это делала. Но он так ей отвечал. Я не думаю, что он только в это время отвечал ей так. Это было его, знаете, такое, как бы, в сердце решение, отношение ко греху. Как я могу сделать сие великое зло и согрешить пред Богом? И, дорогие друзья, этот юноша был в разных местах. Он был среди элиты Египта. Среди самых богатых. И удивительно, что там, находясь в этих домах, среди этих людей, где он видел их наклонности разные, чем они занимались. И эти люди не были святые люди, богатые люди. Это элита Египта. И о этом можно много говорить, чем они увлекались, какие грехи у них были. И Иосиф видел это. Я думаю, его даже кто-то и просил с ними участвовать, но он не научился этим путям. Дорогие друзья, потом Иосиф был в тюрьме. Мог ли Иосиф научиться чему-то плохому в тюрьме? Как вы думаете? Он был среди этих людей, где он мог очень плохому научиться. Но этот молодой юноша не научился. Дорогие друзья, враг душ человеческих хочет сегодня и наших детей через друзей, через разные другие методы научить путям язычников. Вы знаете, киноиндустрия, она уже десятки лет, Голливуд, мы все знаем, учит весь мир вот этим путям язычников. И она для того, наверное, и создана, чтобы, знаете, вот как-то нормализовать вот этот эморальный образ жизни. Что все делают, ну а почему ты не можешь делать? Раз так все поступают, что здесь такого плохого? И мы видим сейчас интернет, даже еще хуже. Что там только не смотрят наши дети. Даже, может, и мы себе позволяем разное, ненужное. Все это, дорогие друзья, все вот эта индустрия, фильмов, это учит в общем вот этим путям язычников. И для того, чтобы это показалось нормальным человеком, чтобы человек привык и, может, начал как-то подорожать, даже быв верующим человеком. И как хорошо, дорогие друзья, мне хотелось, чтобы мы перед молитвой вспоминали вот этих молодых людей, Данила и его друзей, Иосифа. И вот, прочитав вот этот стих Еремии, где он Господь нам говорит, «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников». Дорогие друзья, это и нам Господь сегодня говорит. Чтобы мы с вами в этом мире, в развращенном мире, не учились этим путям. И вот в этом месяце, вот в этой неделе моя дочь старшая идет в колледж, и знаете, вот как-то мне это легло место, вот Еремия по-особому. И вот я сделал такое пожелание, я хотел бы сделать это пожелание всем, кто идет, может, даже в первый класс, может, кто-то уже заканчивает университет. Сделать вам такое пожелание, дорогие друзья, да, вот как вот и Данила, и трое его друзей, вы будете учиться всякой науке. И знаете, вам будут предлагать всякие книги, это хорошо, учитесь. Познавайте науки, и это даст вам Господь благословение, чтобы вы были в десять раз мудрее всех, с кем вы общаетесь. Но, дорогие друзья, хотелось, чтобы у вас также было в сердце вот это вот решение как у этих трех друзей. Как вот они сказали, так и вы сказали в сердце своем. Да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истюкану, который ты поставил, не поклонимся, чтобы вы также решительно решили в сердце своем. Да, вы будете среди людей, которые, знаете, ученики другие, они любят эти пути. Они ходят этими путями, не одобряют их, а они даже учат им. Но находясь среди их, да, познавайте науки, но не учитесь их путям. Дьявол будет делать все, что он может, чтобы совлечь ваше сердце на эти пути. Но решите, как вот эти молодые люди, что не будем подражать образу мира сего, и не будем ходить путями мира сего. Это сохранит Господь нас, взрослых, быть хорошим примером для наших детей, чтобы мы также, дорогие друзья, не учились путям этим, не следовали им и не подражали. И может, дорогие друзья, кто-то уже научился из молодых наших, или может уже я себя вижу в таком положении, что стал похож как-то на мир, и даже хожу путями этого мира. «Да поможет Господь и даст мне милость возвратиться на пути правды, дорогие друзья, чтобы Господь меня остановил, чтобы Господь остановил моих детей, кто уже, может, научился, научился и ходит этими путями. И окажет Господь им милость вернуться на пути Господни». Вот Псалом Вейдс так говорит, Псалом 26, 11, «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стерю правды, укажи мне, 24 Псалом 4 стих, «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Да поможет нам Господь, чтобы мы научились пути Божию, и да сохранит Он нас и детей наших. И помолимся о том, чтобы Он это сделал от путей язычников, чтобы мы не научились путям мира сего и не ходили ими. Да сохранит нас Господь от этого. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok